Мы вышли со своими рюкзаками здоровенными. Сейчас мы направляемся переночевать две ночи у Фраула Бати. После того, как мы переночуем, мы следуем уже на самолете в Стокгольм. И с этого начинается наше великое путешествие по Европе. Очень много стран и очень будет круто. Но эту тяжесть портфеля я уже ощутил на себе. 10-15 минут я будто несу у себя второго и Фраула. У Максима, конечно, такой рюкзак там по минимуму. Так что такие дела. Сейчас на маршруточку или на метро и летим домой отдыхать. Осталось 11 часов до самолета. Мы уже готовы. Максим отдыхает. Играет в телефоне. Я уже собрал рюкзак полностью. Артем тоже работает. Готовит нам поесть. Всем четверым. Да, запасаемся энергией. Наедаемся перед тем, как попасть в другую страну, Швецию. Через 11 часов у нас уже будет самолет. И мы будем за 5000 километров от своего дома без жилья, но с едой. Нужно будет сразу найти баллончики и все будет красиво. Такие рюкзаки. Мой рюкзак, кстати, весит аж 15 килограмм. Это ужас какой-то. Так, все. Мы готовы. В путь. В дорогу. Сейчас будем ехать. Приключения начинаются. Мы едем в аэропорт. Вы не поверите где, но мы едем внутри грузового автомобиля. Вот наши все рюкзаки, вещи. Мы тут присели. Нас будет отправлять контейнером. Да. В багаже самолета полетим. Поэтому все четко. Нормально. Стартуем. Теперь в обширный апартамент. Мы сидим на стульях, как нормальные люди. Да? Ну да. И едем. Все прекрасно. Короче, мы уже сдали багаж. Сейчас находимся в аэропорту. Сейчас пойдем на посадку и уже будем лететь. Все хорошо, все красиво. На лифте поедем? Да на лестнице. Да вон там. Заходим сейчас в самолет. И будем лететь. Наконец-то. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Наконец-то. Там есть окна трущик. Да-да. Субтитры сделал DimaTorzok. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Все. Мы прилетели. Прилетели в Докхольман. Самолет. Все хорошо. Сейчас будем проходить контроль. Пройдем контроль. Дальше в путь. С горем пополам таким мы еле-еле прошли этот контроль паспортный. Нас еле-еле. Я все время знал, что про то. Еле пропустили, но мы все-таки убедили, что мы можем без обратного билета, без брони можем пропетляться. Нас реально пропустили. Без брони, без линтера. Ну да, по ходу. Она по ходу решила, думает, что не надо пойти отдохнуть. Наверное. Сейчас чилим возле аэропорта. Сейчас я пойду водички куплю и будем двигаться. отлично. Я нашел бесплатные сим-карты. Бесплатные сим-карты нам нашел. Отлично. Все, можно идти. Я набрал, короче, дохера сим-карт. И я не знаю, что с ними будем делать, но не важно. Водички не получилось купить. Там вода, короче, стоит 4 евро за 0,5 бутылочки. Это вообще очень много и это никуда не годится. Мы лучше найдем что-нибудь подешевле чуть позже. А то, что фри сим-карты, это херена. Не знаю, что мы с ними будем делать, но это круто. То, что они хотя бы бесплатные, это уже интересно. Все, поели мы малинки немного и дальше в путь. Идти еще прилично. А потом нужно заступить тачку. Сначала до одного города, но желательно сразу в нужный город. Вон аэропорт наш. И мы идем. Идем потихоньку. Поле пшеницы. Комбайн косит, убирает. Нам еще сто километров до Стокгольма. И Фролов начинает первый свой стоп. Если нас не возьмут троих, то он сам один поедет. А мы с Максимом поедем вдвоем. Примерно сто километров нам до Стокгольма. Там мы встретимся в парке. А если очень поздно, то после девяти уже на острове, там где будем ночевать. Останемся и будем ждать. Думаю, сегодня мы будем сто процентов в Стокгольме. Ребята, дела так обстоят. Фролов, Артем уехал в Стокгольм. Сейчас на наших глазах поехал один. И сейчас мы будем тоже ехать. А ну подожди, может вот эта шняга у нас приедет? Все, короче, мы застопили первую тачку. Мы уже в ньючопинге. Повисели, короче, чуть-чуть на wi-fi. Отписали всем все, что хорошо. И сейчас будем дальше на Стокгольм выдвигаться. Артем уже, наверное, в Стокгольме. На эту дорогу. Да, сейчас на автобанчик выйдем и покатим. Каминь, не. У меня так распоржена все, не. Там уже будет только, целый время. Ральным пунктом, место. А, там есть порядок, не. Будуеть. Ты знаешь, да? Великолепно в Стокгольн. Добрый. Не знаю, перед тунелем есть такая табличка. Та небеска. И написано, что это за тунел. Как он называется. И как он есть длинный. Он имеет 3835 метров. Ааа. Но мы не будем ехать целого. А может, мы можем поехать, как хотите. Могу вам показать. Но не, корень, не будем ехать целого. Первый раз в тунеле. Угу. Угу. Все, короче, мы с Максимом доехали. Добрались до Стокгольма? Да, добрались до Стокгольма. Нас подвез Доминик, который привез там прямо куда нам нужно. Мы с ним разговаривали. Мы с ним разговаривали. Он в полях. Разговаривали о работе. Потом о Стокгольме. Он здесь уже 10 лет живет. Он сам с Польши. Рядом с Данском его город. А сейчас мы идем в парк, в котором собирались встретиться с Артемом. Да, Максим? Да. Как тебе дорога? Туда и отправляемся. Как тебе, Стокгольм? Вот, кстати, все шикарные. По-моему, мне звонят или показалось? Мне кажется, показалось. Вижу, самолет. Походка шикарная. Да. С самого утра, кстати. Да, вот это туннели, конечно. Да город вообще можно с ума сойти. Город просто сумасшедший. На секундочку, еще не потрачено ни копейки. Да. Как долго это будет продолжаться? Хороший вопрос. Только потрачено было на билеты. Ну и на село. Взаги. Амбурди... 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 Короче, на все эти вещи. На палаточки и так далее. Блин, опять отвалилось. А, там слышишь? Там веревка. Смотрю тебя. Да, надо сейчас. Поправим. Вот такой вот невероятный город. Сейчас пойдем и будем ждать Артема. А может он уже приехал. Возможно. Возможно, но это не точно. Интересно, как он добирается, если его на край не высадили. Ну да. Ну приедет, расскажет как там, что к чему. Наверное, на стопах не поменяешь. А мы сейчас придем туда. Посмотрим, что к чему. И будем уже как-то думать. Нужно газовые баллончики купить, потому что нам нечего будет есть. Нужно готовить же, а газа нет. Проблема номер один. Проблема номер один в Украине. Номер два. Там солнечная. Посмотри, какая тачка. Кстати, я ее видел там. Держали. Наваливает. Нормально. Сильно. Ганг, старый. Тоже третья тачка тут какая. Да. Товун, смотри, тут их полно. Просто в разном состоянии. Реально. Тачки просто взрыв мозга. Это улица, кстати. Майами напоминает. Я всегда такую тачку хотел. Как всегда, после того, как поиграл в ГТА. А, ну да. 4.35 мы уже здесь. Мы ехали, чувак, больше часа. Мы выехали в 3.05 ты начал стопить. Да, да. Или я начал стопить в 3.05. Да, вот играют какие-то шарики. А сколько сейчас? Люди отдыхают, чисто чилят. Какое место? Да. Слышишь, а сколько сейчас? Сейчас 4.36. То есть за 2 часа почти мы проехали 100 километров. Да. И мы здесь. Наконец-то. Ладно, давай упадём, посидим. Переведём дух. Там, где договорились встретиться. Сейчас вот немного подкрепимся. Я съем апельсинку. Дал Максиму яблоко, которое я ещё с Украины привёз. Сейчас похаваем и будем искать газовые баллончики. Подобрал меня. Всё. Фрау вернулся. Мы его встретили. Ну, вы ж видели, как я уехал. Я не знаю, это снимал. Нет. Уехал он первый. Да, уехал я первый и подобрал меня. Погромчивый. Подобрал меня штрих. Короче, Стэн его звали. Ну, уехали мы. Короче, доехал я за час. Наверное, он рассказывал, типа, о Стокгольме. А вообще, типа, кто он по жизни. Горитшин сказал, Лань за ним занимался. Останавливались на заправке. Пастил мороженое. Ну, я сначала не понял, короче, просто, что он спросил. Потом он подошёл, типа, принёс. Нормально. Пахал мороженое, да? Да, съел мороженое вкусное, кстати, мороженое. Магнус называется. Приехал я. Ну, короче, высадился я только в другом конце города. Вот это огромный минус был. И я сюда шёл два с половиной часа примерно. Неплохо. Ну, весь город я уже видел. Да. Так. Нужно, короче, бежать этот класс Лохсон. Полтора километра нам идти. А он ещё 35 минут всего лишь работает. Поэтому нужно поторопиться. Иначе мы будем без газа. А это значит, что мы не поедим сегодня. Знаешь, почему стрижка стоит здесь? Почём? Там вот, на углу. Барбершоп? Да. Знаешь, почему? Штукеры. Ого. Я ему говорил, баксов 200. Ничего себе. 100 баксов, да? Что, подстрижёмся? Барбершоп. Сколько у нас? Наверное, да. 10 крон. 1000 евро. Больше 100 баксов. 10 крон. Где-то 110 евро. Один доллар – это 9.90. 110 евро.